Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонез, и это потерянная серия удивительного мира Гамбула. Натался я на эту серию случайно на каком-то неизвестном мне сайте, и называется она «Половое созревание Гамбула». И шла она очень коротко, всего три минуты. Серия начинается так. Гамбл общается со своей рыбкой. Они были обычные, даже чрезвычайно обычные. Они разговаривали о половом созревании. Гамбл сказал рыбке, «Сегодня ты выглядишь иначе». И они дотрутнулись за друг друга пальцами, и вдруг случилось что-то странное. Пошли сильные сердечки. Как я понял, это и было то, ради чего я зашёл на этот сайт. После прожачивания были в шоке. Гамбл вытянул рыбку из-под стола и приказал ей сидеть на месте. Но рыбка была под сильным кайфом. На неё наткнулся отец Гамбула. Глаза отца были чёрные. Сам был не розового цвета, а красного. Он взял из холодильника кровавую палочку, и вдруг он увидел рыбку. И у него созрел план. Гамбл побежал хвастаться тем, что у него был первый раз в своей же маме. Мать тоже была необычная. У неё были белые глаза, и сама она была красного оттенка. Отец звал её, чтобы она помогла ему в его плане. Он дьявольскими жестами показал ей свой план. А план был такой. Она должна сказать, что рыбка Гамбула умерла, и сейчас отец спустит её в унитаз. Как только Гамбл это услышал, сразу же побежал спасать свою любовь. Мать его держала, чтобы он ещё больше испугался. Но он смог выбраться. Тем временем, отец уже сливал рыбку в унитаз. Гамбл подбежал к двери, но его руки были слишком маленькие, и он не смог достать до ручки. Что ставит под сомнение, как же он ходит в туалет? Пока Гамбл пробовал открыть дверь, отец уже пуще вылил рыбку в унитаз. Гамбл выбил дырку в дверях. Отец испугался и быстро спустил рыбку в унитаз. Гамбл пробовал вытянуть её, но у него ничего не получилось. И в слезах, и в ярости его сердце от боли замерло. И он умер на месте. Гамбл мёртв. Сущность ушла из отца и матери, как только получила своё. Серия резко оборвалась. На этом всё, с тобой был Сергеонис. Ставь лайк и подписывайся на канал. И вообще, возьми и расскажи об этом видео своим друзьям. Пусти они и отцены, может им вообще понравится. И помни, это всего лишь моё воображение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!